У Кремлевской стены мемориальный комплекс могила неизвестного солдата. Знаменитая на весь мир бронзовая композиция. Солдатская каска, лавровая ветвь, боевое знамя. И вечный огонь символ памяти о погибших в Великой Отечественной войне. Факел от вечного огня зажигает военнослужащий Преображенского полка. Частицу ярко-желтого пламени помещают в специальное газогорелочное устройство. Парадным шагом несут в автомобиль. Огонь помещают в специальную лампаду для безопасной и надежной транспортировки в Барнаул. На торжественной церемонии передачи частицы вечного огня присутствует алтайская делегация. Из Барнаула в Москву приехали представители власти, офицеры, почетные жители города, курсанты и школьники. Делегацию возглавляет глава краевой столицы Вячеслав Франк. Мэр почтил память погибших солдат в Великой Отечественной войне. Сегодня в Барнауле мы реконструировали мемориал, посвященный Победе, Великой Победе. И хотим частичку этого Великого Вечного Огня привезти в город Барнаул и уже зажечь там огонь. Конечно, это наша историческая память. Наши отцы и деды, труженики тыла, участники Великой Отечественной войны. И все те, кто ковали эту победу, всем им большое-большое спасибо. Вячеслав Франк также отметил, что доставить частицу пламени с могилы неизвестного солдата предложили ветераны. Организовать доставку было непросто, но идею поддержали на всех уровнях. От общественников ИОНФ до высоких политических деятелей. На церемонии передачи Вечного Огня чувство гордости переполняло всех присутствующих. Это позволит, по сути, каждый год, каждый день в году, независимо от каких-то праздников, памятных дан, чтобы на нашем Барнаульском краевом мемориале славы горел вечный огонь. Когда туда могут приходить наши юнормейские отряды, наши патриотические клубы, просто жители краевой столицы, всего края, чтобы отдать дань уважения, почтить память поколения победителей. Очень эмоциональное событие, трогательное, оно наполнено духом патриотизма, памяти бойцам, сибирикам, жителям Алтайского края, которые защищали уже многие десятилетия назад родину от фашистских агрессоров. Эмоции зашкаливают. Мне было очень приятно, что мне предоставили такую возможность побывать в Москве, побывать на данном мероприятии, возложить цветы, почтить память погибшим, солдатам, людям, и вообще всем, кто оставил нашу родину в Гону Великой Отечественной войны. В ближайшие дни вечный огонь впервые в истории зажгут на мемориале славы в Барнауле. До этого огонь памяти зажигали лишь в дни важных государственных праздников. Но в этом году по инициативе городских властей была проведена реконструкция по переводу мемориального комплекса сжиженного газа на природный. Благодаря этому пламя будет гореть постоянно и обретет статус вечный. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.